Три вершины параллелограмма имеют известные координаты. Давайте я перерисую картинку. Точка и такой же по длине параллельный отрезок. И пусть у нас известны следующие координаты. Вот здесь вот 0, 0, C, D. А вот эта точка с координатами А, В. Задача. Найдите координаты четвертой вершины параллелограмма. А плюс C, B плюс D. А плюс C, C, B плюс D. А плюс C и? B плюс D. Ответ верен. А почему? Сложение векторов. Что? Сложение векторов. Маленькая проблема, что все должны к этому привыкнуть. Поля произнес правильную фразу. Сложение векторов. Давайте поймем, что такое вектор и почему действительно сложение. Так, ну давайте разбираться. Все понимают, что вот эта фигура – это прямоугольник? Да. Все понимают. Отлично. Дальше. Что значит, что у точки координаты CD? Это значит, что вот этот отрезок – это что? Это C. Отлично. А вот этот вертикальный – это сколько? Это D. Так, все понятно? Да. Вот этот вертикальный – это D. Замечательно. А вот теперь, а вот теперь вам предоставит глава. Понимает ли уважаемая кубрика, что вот этот треугольник – конкурентен вот этот? Да. Вы что понимаете? Да. Молодцы. Так, а теперь вопрос. А вот этот к какому? Есть кто-нибудь, кто может показать треугольник? Боризонтальный из точки АВ. Вы видите, покажите. Просто пальцем покажите треугольник, конкурентный вот этому, который у меня тут на парашку. Абсолютно верно. Абсолютно верно. Почему же А плюс С и почему же В плюс Д? Итак, здесь координация АВ. У нас линии параллельны. Из чего следует, что у них одинаковое направление. Одинаковые угол наклона, да. Итак, из точки А и В выходит вектор С с абсциссом С без ординатов Д. Да, это значит. Правило, доставшееся нам от предков обезьян, не может обезьяна поверить другой, если та не смотрит на нее. Не может, принципиально не может. Итак, смотрим прямо в глаза. Итак, у нас из точки АВ исходит вектор С с направлением С, Д. А почему же там будет ответ ТА плюс С? Те, кто знают слово вектор, те, кто знают формулу, те и так вам верят. Когда вы убеждаете кого-то, надо убеждать не тех, кто вам верит, а убеждать тех, кто еще не определился. Нам надо доказать конкурентность этого и этого треугольника. Да. Итак, если мы докажем конкурентность этого треугольника, то этот отрезок будет равен Д. Да. Тогда будет Д разобрать. Да. Если мы так же этот отрезок будет, понятно, равен А и Н, это тоже нам доказать. И осталось доказать их конкурентность. Итак, переструли картинку. Вот эту вот. Да, да, да. Итак, у нас эти стороны равны. Равны и параллельны. Да. Эти углы тоже... Это называется признак по стороне и двум углам. Согласен? Да. Потому что сторона общего этих двух треугольков и углы их соответствующие равны. Все, спасибо, все правильно. По стороне и двум углам. Правило сложения векторов. Чтобы к одному вектору прибавить другой, надо абсциссы сложить, ну и, соответственно, ординаты сложить. Кстати, давайте быстрее. Сколько будет координат вектора в пространстве? Три. Координат в вектора в пространстве будет три. Как они называются? Как они называются? Три координата. Абсцисса. Вторая координата. Ордината. Третья координата как называется? Цвета. Как называется? Третья координата. Итак, абсцисса, координата, а уровень аппликата. Такое? Эплайт, прилагатель. Приложение. Аппликатор. В некотором смысле можно себе так представлять, что у вас, когда есть какое-то пространственное тело, то оно состоит из слоев. В каждом слое есть абсцисса и ордината. А еще надо задать уровень высоты. Приложить к абсциссе и ординате еще одно число. Это называется аппликата. Третья координата. Итак, метод раскладывается по простому правилу. Надо складывать соответствующие координаты.